Во сколько лет у тебя был первый сексуальный контакт? Было ли это с парнем, либо с девушкой? Первый сексуальный контакт? Наверное, лет 16-17, я уже точно не помню, это было с парнем. Я нашел этого человека в одной группе, в маленьком городе, где очень сложно жить, потому что сложно найти вообще с кем пообщаться. Особенно ровесника. В итоге группа Дети 404, по-моему, есть такая, скажем, группа. Я нашел человека, и мы с ним как-то решили прогуляться просто. То есть он был там из другой школы, потому что он в классе в 11-м, в 10-м. И вот, наверное, когда я с ним встретился, просто пообщаться, я вот сразу понял, что действительно я гей, потому что мы просто шли, гуляли по, по-моему, ну просто по городу, за город зашли, там была ЖД-станция у нас. И вот мы просто шли, по-моему, вдоль рельсов. И как бы о чем-то неловко довольно болтали, потому что я очень-очень сильно стеснялся. И вот как бы у нас периодически руки просто, ну, шли мотали руками, руки периодически как бы соединялись. И меня вот как будто толком не вошло. То есть это было прям вот настолько, типа, вау, как так? То есть я прям ощущал, что меня увлечет к этому человеку. А потом, не знаю, так вот мы гуляли-гуляли, начали встречаться, и там какой-то из моментов, в основном по местам гуляли, и вот в лесу там произошел первый какой-то сексуальный опыт. То есть можно сказать, что первый сексуальный опыт у тебя был по любви, да? Ну да, да, то есть никто меня в детстве там не насиловал, все нормально было. И ты осознаешь себя как гея, и получается начинаешь встречаться с мужчинами, да? Ну, на тот момент, да, у меня был вот этот парень, я с ним встречался, но в какой-то момент он меня заигнорировал, у меня было прям сердечко разбито, плакал очень много, потому что главное было непонятно почему. То есть ненавижу, когда люди просто перестают общаться и не объясняют из-за чего это сделано. Ну а так, да, я встречался с мужчинами. Это не ты один, это никому не нравится, когда люди резко перестают общаться без объяснения причин. И ты начинаешь чувствовать себя виноватым, а может я что-то не так сделал и так далее, да? Лучше просто заранее объясниться там. Часто может вообще там кто-то сказал что-то и все, ты перестаешь с человеком общаться, а на самом деле это неправда там, ну такое, то есть бред такой. Вот.